здравствуйте мне ли вам говорить о несправедливости жизни сколько раз бывают такие ситуации что мы кусаем локтя почему мы сделали не так а этак а почему не учли того и другого то есть все время начинаются какие-то внутренние укоры метание вопрос что делать как быть где быть зачем быть постоянно мучает человечество и отдельно конкретных людей том числе и нас и нас окружающих так вот сегодня поговорим о блюзе а точнее об измене музыканте который раскрылся всего лишь на незначительную долю часть своего огромного природного таланта это был гениальный музыкант речь идет о питере арене которого многие критики музыка веды и музыканты называли лучшим блюзовым гитаристом всех времен и народов вот такой вот титул даже если он присвоен незаслуженно с бодунца или с какого-то дурного озарения все равно сам факт такого заявления говорит о том что речь у нас сегодня пойдет о человеке очень неординарно мы полностью присоединяемся к этому заявлению но пальма первенства отдали бы нескольким гитаристом не только питеру грина но питер грин запомнился людям прежде всего парадоксально на нашей постсоветской империи территории бывших сейчас советских республик сейчас государств свободных лишь как автор песни это через карлоса сантано black magic woman вы все знаете почему-то устойчивая мнение царит у многих что эта песня карлоса сантано тоже великого гитариста американцы мексиканского происхождения но мы сегодня говорим о питере грине так вот эту песню хит всех времен и народов написал именно питер грин он родился 29 октября 1946 года в лондоне настоящего имя питер аллен грин баум вы понимаете с фамилией грин баум сложнее делать карьеру чем с фамилией green даже на территории англии он принадлежал лондонской еврейской общине рот у него был оттуда отец был и мать ревностные поклонники иудаизма но дети которых было четыре семьи не особо следуя религиозным канонам так позже это стрельнет но об этом чуть позже в десять лет он впервые взял гитару окружающего братья удивились как он быстро и освоил простенькую акустическую повторял любую мелодию услышанную по радио то есть нового даренный мальчик но перевернула его мозги услышанная песня мадди отраса и пиби именно мадди вот арс проложил ему дорогу в блюз а мадди вот арс это фигура значимая надо сказать что он являлся предметом поклонения многие в том числе известных rolling stones то есть фактически гастроли американских блюзменов в англии и породили белая так называемая блюзовая английское движение там были такие знаменитейшие персонажи как алексис корнер джон мэйл александро гомельский продюсер импресария русского происхождения которые подтягивали всю эту сцену соответствующий вид развития гигантская дали фанатики блюза миг джаггер и три часы за rolling stones но питер грин начал с любительский групп его очень резко заметили и тут как говорится сыграла свою роль госпожа удача она повернулась к нему лицом и лучшая британская группа блюзовая того времени blues breakers эта группа джона моего где на гитаре играл эрик лэптон тоже один из величайших гитаристов чтобы понимали лондон в то время середине 60-х годов украшали надписи на на стенах в этом из год хэптон бог просто его действительно считали лучшим гитаристом уж английским так точно так вот возникли уклад на обстоятельстве он уехал вынужден был уехать грецию на несколько месяцев место гитариста была вакантная джон мэйл лидер блюзбрекер зал 1 гитариста малоизвестного но который не блистал особо и вот тут питер грин проявил свою молодецкую самоуверенность сам джон мэйл удивлялся насколько он был самоуверенный этот говорит молодой пацанчик который пришел и говорит а я играю лучше чем этот ваш гитарист возьмите меня вместо него и так вот три несколько раз ходил упорно у нас это называется как народе под сидел но в любом случае не знаю как это на качестве музыки это сложилось впоследствии джон мэйл сказал что он не видел лучше гитариста чем питер грин даже говорит эрик лайфтон уступает ему по пониманию мастерству блюза вы понимаете блюз это очень тонкая субстанция это вот кажется есть расхожие фразы что блюз это когда хорошему человеку плохо блюз это тоска по женщине блюз это тоска по неудавшейся жизни по алкоголизму по отвратной ситуации по безработице то есть почему-то идет ассоциация плюс когда это плохо когда это потери когда это неудачи да тут есть некоторый момент истины потому что действительно блюзовая музыка корнями своими уходят сугубо африканская такое жуткое прошлое корни блюза тех самых афра африканских рабах которые везли в америку которые впоследствии работали на на хлопковых полях алабамы до потери пульса и пели свои заунывные грустные песни вот там вот сидит корни блюза да конечно потом видоизменился но мы об этом как-то сделаем даже ролика блюзи потому что при этом пригласить блюзовых музыкантов локально известных чтобы они нам ситуацию прокомментировали в живую но тем не менее получается что грусть основа блюза это факт и поэтому чтобы его играть надо наверное все-таки соответствовать внутреннему его содержанию это не то что вот такой вот хлопчина усатые розоватые молодцы ваты крепкий взял гитару талант большой будет играть блюз боже упаси техническая сторона там она там от вы понимаете выдающиеся гитаристы они том числе и блюзы отличаются тем что они его чувствуют кончиками пальцев сердце душой мозгами полностью вот чувствую вот почему даже джон мэйл говорил что хорошие гитариста много гениальных мало действительно их мало а в чем гениальность гитариста в том что вы его сразу можете отличить так вот питер грин как раз из той серии музыкантов составом блюз breakers он записал одну из лучших британских блюзовых пластинок до сих пор признав 67 года и хардроид и там состоялись его знаковые знакомства с басистом джоном макви и ударником микком флитвудом эти два человека плюс питер грин отколовшись от блюз breakers взяв еще гитариста джереми спенсера создали культовую группу флитвуд мэк которую назвали изначально питер гринс флитвуд мэк но наши герои от рождения был очень скромным его кроме музыки мало что интересовало и он всячески настаивал на том чтобы питер гринс название группы убрали ну вот после некоторых препирательств и некоторого времени до осталось название группы флитвуд мэк она так и до сих пор с разными видоизменениями состава существуют редко конечно концентрируют но уже возрастные и все остальное да там изначально никого не осталось так вот питер грин был прирожденный блюзмен биби кинг великий афроамериканский блюзмен один из королей гитары блюзовой сказал что питер грин это единственный музыкант от которого у меня по спине бегают холодные мурашки это признание вам скажу дорогого стоит и давай штамповать хит и флитвуд мэк и пошло-поехало замечательнейший инструментал альбатрос класснейшая black magic woman моя любимейшая оуэлл где такой риф что просто сносит башку и характерный от вокал питера гарина такое вы знаете запоминающийся он не ориентир но очень и очень место то есть группа была обласкана успехом со всех сторон сумасшедшие гонорары появившиеся деньги как обычно сыграли свою роль как хорошую так и плохую плохая состояла в том что они познакомились с группой great full dead это американская группа джерри гарсия гитарист очень любимая она в америке европе локально но тоже любима значит джерри гарсия со товарищами очень любил зелья разные особенно кислоту лсд они потребляли то есть это люди такие были говорят они группе был штатный химик лучший в америке производитель всякого зелья он работал вовсю это как говорится было на потоке и так далее вот они на свою голову угостили флит вудмэк лсд страшные дела ребята творили один из участников флита вспоминает что ему потом виделись не люди а скелеты питера грина вообще унесло потом он спросил как он играл после концерта сказали ты играл хорошо но как-то безумно и так далее то есть у него пошли уже именно у питера грина обостренный него это было он вдруг ни с того ни сего начал отдавать деньги всем подряд увидел ролик о голодающих в африке в биафре сразу перечислил огромную сумму заставлял других музыкантов флит вудмэк переводить деньги все на благотворительность когда ему сказали ты что объявил крестовый поход своему разуму он еще больше от благотворительности перекинулся в религиозность из своего иудаизма который особо не исповедовал перешел христианство носил белый балахон с вышитом крестом сзади но несмотря на его эксцентрику его были вынуждены ребята терпеть потому что именно питер грин штамповал хиты питер грин обеспечивал продажи альбомов хотя давайте объективно группа это флит вудмэк вся хороша даже сколько ряд прошло час много там старых архивных записей вы перетерпите эти моменты обратите внимание насколько слаженно они играют и насколько здорово все сделано даже с позиции сегодняшнего времени это респект и уважуха просто иначе не скажешь так вот отправившись на германию 1970 году гастроли попав славный град мюнхен их взяла в оборот местная коммуна хиты вы помните на верно тогда были общины лето любви прошло секс революция пошла по создавали халкому на то есть жили по принципу то кого поймает тот и мой так вот получается что от питера грина чуть ли не в аэропорту поймала встречающаяся фанатеющая публика забрала его под свою опеку на три дня накачивали его до дурение все различными явствами наркотическими что просто-напросто у него сорвало башку извините за сленг за грубость просто человек стал овощеподобен надо сказать что сыграла свою роль и женщина как без них м фаталь ведь женщина это как и созидающая сила так и огромная разрушающая сила простите меня дамы заканула вашего праздника за такие речи но разрушение то что же движение а в движении жизнь сыграла роль почему потому что среди встречающих хиппанов была просто обалденная красотка действительно очень красивая женщина уши обер маяр она даже вошла она даже вошла в историю рок-музыки потому что у нее было множество любовников про музыкантов рок-музыкантов один из самых известных которые просто от нее балдел это кейт ричардс из роллинг стоунс он тоже с не одно время якшался видать не только ромашку обрывали поэтому естественно питера грина это еще добавила эмоции потому что на молодой парень богатый конечно падок на сладких женщин красивых зацепили еще там и накачали до одурения все но по кайфу все пошло три дня он кайфовал там еле оттуда вытащили зряхом пополам отыграли концерты и наступил момент когда во время очередных гастролей швеции он сказал что я ухожу менеджер кристофер дэвис еле уговорил его отыграть концерт как он вспоминает он чуть его не побил конечно потому что что такое уход питера грина это фактически конец группе попробую восстановиться хотя на тот момент у литвуд мак уже играл с тремя гитаристами был еще помимо я уже говорил джереми спенсер упоминал и дэнни кирван тоже классный гитарист и вот эти три гитариста 7 начинали перемешку творить чудеса на сцене они все разнопланово это просто была бомба на тот период это ну поэтому худо-бедно доиграв гастроли питер грин ушел на вольные хлеба но вы не забывайте что у него уже в голове была огромная вава образованная вот этими всякими наркотическими явствами с этой вавой он выпустил сольный альбом который не особо восприняли ну и залег на больничку с короткими перерывами был еще один интересный момент он поехал опять из христианства вернулся в иудаизм шатал его как баба дела на свое время поехал он в израиль на родину предков пожить кибуцовы хотел думал что в жизни бутная коммуне ему поможет увидеть бог он так и говорил что я хочу увидеть бога мне музыка уже не нужно не нужен бог и вот посредством своего музицирования хочу приблизиться к богу кстати хитовая песня одна из моих любимейших how well там есть вторая строчка когда я встретил бога когда она только вышла его со товарищей по фриду дмэк крутили пальцами у виска и по ты вообще гринс брендил уже окончательно эта песня никогда не станет это мыша вы думаете она стала хитом несмотря на такой текст а что здесь плохого когда встретил бога самооценка завышена как это не есть плохо даже современные учебники менеджмента самый супер современные говорят о том что завышать имейте это ввиду поэтому жизнь кибуц на в течение года прошла тихо мирно остались даже оттуда записи архивные это не блеск но это как только лишь архивный исторический материал о его жизни потом он так и жив больничка редкие вылазы из нее работы но чтобы понимали кем работал гробокопателя потом как это у нас служба называется как зеленстрой зеленчиком облагоустраивали улице то есть такие работы вы знаете где-то помощником работал патологоанатома где особо мозги не требуются и требуется лишь твое молчание и наверное хотя бы что ты мог уметь что-то делать руками и ногами ходить как раз питер грин соответствует ну фактически ему поставили диагноз шизофрения он на психиатрических больницах очень сильно его лечили в том числе электрошоком он просто ну как говорится от таблеток этих как он сам говорил засыпал спал 20 часов в сутки потому что они в общем то наверное делали успокаивающие моменты но это все на психике человеческой сказки сказывается от узнать это выражение человек овощ голове до помогал ему брат он его вытаскивал периодически на то чтобы как-то поддержать финансовое состояние еще ими и выиграла прошлое играла он выпускал сольные альбомы которые ну на ура не шли ну были конечно там прецеденты когда-то в германии его диск разошелся сольный 800 тысяч продали альбомов но это на фоне того что думали что это восстанавливается группа флитвуд мэк типа он поднял его знамя и понес на самом деле флитвуд мэк стали супер успешной группой они поменяли ориентиры один из их них альбомов rumors называется 77 года стал одним из самых продаваемых за всю историю музыки с ума сойти было продано 22 миллиона альбома вы представляете этого альбома флитвуд мэк но это уже была другая музыка там от блюза мало чего осталось но тем не менее такой поп-рок для разового случая и очень действительно красиво послушать можно с удовольствием вот и получается что его бывшие напарники-согруппники гребли деньги лопатой а наш герой намного более одареннейший музыкант сидел себе в дурдомах или пребывал на улице вот так вот он и жил кстати с родителями с братьям с братом сам по себе был у него сплеск конечно его интереса почему потому что вот например класснейший гитарист гримур вам наверняка известный мы о нем тоже упоминали в некоторых роликах даже купил его гитару знаменитую лес пол гибсон 1959 года потому что ему вдруг подумала что весь секрет мастерства грина в этой сумасшедшей гитаре знаковой нет но тем не менее мур выпустил альбом блюз по грине блюз для грине грине его так неофициально называли его песни питера грина в аранжировках мура но он немного отошел от классики классный был в 95 года плюс по грине ну а грин тряхнул стариной что называется когда создал проект свой тоже сольный сумасшедший ритм секции бас-гитара и барабанщики одни из лучших уроки это нил мюррей бас-гитара и козе павел знаменитый барабанчик вот они выпустили несколько альбомов достаточно успешных давали концертники небольшие концертики но конечно это не то тот тот тотальный успех и накрытие флитвуд мэка конца 60 надо отдать должное устроителям мероприятия ведения в зал славы рок-н-роллер в девяносто восьмом году петер грин был введен в этот зал славы прижизненное было его признание как составит ребенка он в общем-то этого заслуживал и жил он себе вот так вот пожевал пока на фоне вот этой всей пандемии вы знаете это даже как-то прошло тихо двадцатых числах июля 25 июля двадцатого года прошедшего номер тихо как сказала семья спокойно во сне от сердечно недостаточно вот вы понимаете что здесь наиболее противно то что все-таки жизнь показывает в очередной раз свою несправедливость или это зависит от нашей оценки кому-то это справедливость кому-то это несправедливость но мы все равно даем себе отчет в том что все состоит из противоречий том числе и жизнь музыканты наша жизнь поэтому если бы была одна сплошная справедливость я думаю было бы жизнь вообще не очень хорошо развитием наверно бы было другое поэтому давайте слушать хорошую музыку слушайте блюз пусть он не только вам приносит грустные нотки ваше настроение все он блюз пульом у Субтитры подогнал «Симон»